Здравствуйте, друзья! Ну-ка, признавайтесь, кому из нас не хотелось поймать золотую рыбку? Чтобы у нас было хотя бы три желания, которые можно гарантированно исполнить. И вот вопрос об исполнении желаний. Разъясните, пожалуйста, одну вещь с точки зрения православия. То есть, есть ли в этом действительно серьезный православный подтекст? А теперь вопрос. Я заметил, что фраза Фаины Раневской «Все сбудется, стоит только расхотеть» справедливо. Мне кажется, что это не какое-то мое предвзятое мнение к происходящему со мной. Объективно это так. Господь мне что-то хочет этим показать или это я надумал лишнего? Как только я переболел каким-то желанием, смирился с потерей, с разбившейся надеждой, оно часто только тогда избывается. То есть до смешного. Вот вроде уже сбылось, но тянется, тянется вот-вот почти. И так пока желание не умрет. А как умерло желание, тогда только избывается. Православный подтекст в этом есть, если такая закономерность происходит. Кстати, я не думаю, что это у всех так поголовно. Может быть, у какой-то группы населения это так, у другой по-другому чуть-чуть работает. Я бы не сказал, что это во всех стопроцентных случаях именно так работает. Но, когда это так случается, каков православный подтекст? Если будет иначе, если будет иначе. То есть, хочу там чего-то добиться или что-то получить. Вот стремлюсь, 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 хоп, получил. Какой я молодец! Еще там чего-то добился, еще чего-то добился, еще, еще, еще. И вот потихонечку, незаметненько, незаметненько будет так вот в душе, глубоко в сердце дымиться ладан перед идолом собственной гордыни. В противном случае, когда вот так вот происходит, желание умерло, и в этот момент раз, становится понятно, что здесь десница Божия. Это не я достиг, это Господь не дал. В первом случае у человека меньше возможности увидеть в этом руку Божию. Он это себе может на свой счет приписать. Своему усердию, своему старанию, своей целеустремленности, своей грамотности, уму, своим талантам. В общем, себе все это приписать. А когда уже он распрощался с этим, и его силы сложились, как карточный домик, тут хлоп, и Господь и дал. Благодарность Богу за все, и все. Но вот такая схема, она не у всех. Если у Вас это так работает, ну все, так значит и благодарите Бога за то, что Господь Вам все-таки Ваше желание хоть чуть попозже исполняет, а Вам Вашу немощь показывает, что Вы при всем, при всем, при всех своих стараниях, при всем своем усердии, при всем, при всем, все-таки добиться не можете. Здесь действие Божие еще должно быть. И оно добавляется, когда Вы свои прекращаете. Тогда Он раз, капельку эту последнюю и капнет. И тогда все сбывается. Друзья мои, вот как-то я задавал вопрос, и сам себе задавал вопрос, и вот так вот людям тоже спрашивал. А если бы у Вас было три желания, какие бы Вы желания загадали? Если есть возможность, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто интересно. Конечно, желания бывают всякие, бывают такие, которые не нужно озвучивать. Тогда можно так написать. Первое желание такое-то, второе не озвучивается, в скобочках. Третье такое-то, ну вот так. Было бы просто интересно посмотреть. Ну, если есть, конечно. Помогай Господь!